Пикап на борту. Как правильно флиртовать со стюардессой? Туризм пикап на борту. Как правильно флиртовать со стюардессой? 22 часа 0,2 минуты. Знак авторского права РИА Новости, Евгения Новоженина. Модели демонстрируют одежду из коллекции Раслина на показе высокой авиационной моды. При уроченном к международному дню бортпроводника в московском аэропорту Домодедово. Знак авторского права РИА Новости, Евгения Новоженина, Москва, 23 декабря РИА Новости, Олеся Печенкина. Секретный язык и поступки знаки, с помощью которых стюардессы сообщают коллегам и пассажирам о своей симпатии, раскрывает. Тессан, правила игры издания проанализировала форумы, популярные у пилотов и бортпроводников, и выяснила, как ведут себя члены экипажа с понравившимися пассажирами. Стюардессы рассказывают, что иногда они могут начать игру под названием. Чирио. Старт момент, когда пассажиры покидают самолет. Члены экипажа при этом говорят всем пассажирам, до свидания, или всего доброго. Но если им нравится человек, то вместо дежурной фразы они могут сказать ему. Чирио. Помимо Чириоу существуют и другие знаки, с помощью которых бортпроводники демонстрируют свою симпатию пассажиру. В салоне вы вряд ли услышите, как члены экипажа говорят друг другу о привлекательности конкретного пассажира. Вместо этого они используют словосочетание «горячий кофе». 16 декабря, 0 часов 14 минут стюардессы рассказали о секретах общения с дурно пахнущими авиапассажирами стюардессы. Эмили Уиткоп вспоминает, что в течение нескольких лет среди бортпроводников был очень популярен именно этот код «горячий кофе». «Вы говорите, коллеги, у меня горячий кофе в трех. Это означает, что на этом месте сидит чрезвычайно привлекательный пассажир», — пояснила Эмили Уиткоп. Кодекс поведения также бортпроводники объясняют, как пассажиру правильно флиртовать с понравившимся членом экипажа во время полета. Так, Аманда Плева, стюардесса с 14-летним стажем, объяснила, что существуют негласные правила поведения на борту. Она советует не начинать разговор, когда стюардесса занята раздачей еды и напитков. Еще Аманда отмечает, что у вежливого и тактичного пассажира намного больше шансов завоевать расположение сотрудника. 25 октября 01-24 туризм пилоты рассказали, о чем никогда не говорят пассажирам. Чтобы заинтересовать бортпроводницу, стоит проявить креативность, так как типичные вопросы, например, вам нравится быть стюардессой, или вы часто встречаете знаменитостей, вряд ли расположат ее к общению. Не нужно задавать личные вопросы, лучше спросить, была ли она в тех местах, куда летит самолет, и что лучше там посмотреть или попробовать в кафе. Не стоит предлагать стюардессе вступить в Майл Хай Клуб. Клуб любителей авиасекса. Также не нужно просить номер телефона, лучше оставить визитную карточку или записку в конце полета. Если сделать это раньше, стюардесса может чувствовать себя неловко. 29 июня, 08-00 туризм неба, самолеты стюардессы, авиаблагера о споттинге и секретах аэропортов на самом деле правильный флирт со стюардессой не сильно отличается от проявлений симпатии к женщине иной профессии. Достаточно просто быть тактичным и чувствовать, есть ли взаимный интерес. А грубость и назойливость не принесет желаемого результата не только на борту самолета, но и на земле. Субтитры создавал DimaTorzok